Экономика должна быть экономной. Система энергоэффективного освещения станций. Железнодорожники уже подсчитали, каждая такая лампа экономит в год 360 тысяч рублей. А самая большая станция магистрали Красноярск-Восточный дает годовую экономию энергоресурсу России более 2 миллионов киловатт-часов. На Красноярске-Восточном, а также на станциях Бугач и Мариинск над путями установлены новые энергоэффективные светильники. Они предназначены для наших климатических условий. Работают бесперебойно до минус 60 градусов. Сама же система освещения интеллектуальная. Количество света регулируется в зависимости от уровня естественного освещения. Включение системы происходит с заходом солнца. Отключение системы происходит с восходом солнца. Буквально каждый день установлено свое время включения, свое время отключения. Периодически система обновляет это время с сервера. Соответственно, освещение необходимо всем службам. Работа здесь ведется круглосуточно и перерывы в работе не допускаются. И это далеко не все. Информация о работе каждой лампы, а их на станции свыше 2000, приходит на один компьютер. Таким образом, можно контролировать потребление электроэнергии, а также отслеживать уровень мощности светильников на отдельных участках. Если мощность уменьшалась на каких-то жестких поперечинах, то там необходимо вмешательство человека подняться наверх и произвести замену ламп. Также, что хорошо в этой системе, приходит аварийный сигнал, если кто-то вмешивается посторонне в работу данной линии или происходят какие-то короткие замыкания. Как на каменных линиях, так и на воздушных линиях информация моментально передается на дежурного. Энергофиктивное освещение на станциях – это новый тип металлогалогеновых ламп. Старые приходилось менять несколько раз в год, новые прослужат до трех лет. При этом их яркость выше в разы, а потребление электричества почти вдвое меньше. Все, кто работает на станциях, с нетерпением ждут новых внедрений. Ведь с помощью инновационного освещения Красноярская железная дорога не только экономит, но и создает более комфортные условия для работы людей на погрузочных, сортировочных и пассажирских станциях. И уже в 2014 году по-новому засветится еще три из них – Назарова, Иланская и Новая Еловка.